Добрый день! Так начинают любое дело мусульмане. Это как бы пожелание мира, благополучия, благословения Всевышнего. Поэтому наша лекция, она будет в большей степени, наверное, не религиозная лекция. Я не являюсь религиозным деятелем. В большей степени это, наверное, все-таки политический ислам. Докторская диссертация у меня была по проблемам духовно-нравственных, проблем межнациональных отношений. Человек – это существо духовное, человек – это существо нравственное. Даже когда не спасали, Бог не спасал пророку Мухаммеду Коран, пророк Мухаммед говорит, «Я пришел в этот мир, значит, чтобы нести вам благонравие». То есть главный вопрос ислама – это духовность, это нравственность. Ну, как и в любой другой религии. Понимаете? Поэтому Коран ставит задачу искренения идолопоклонничества. В Мекке тогда было более 250 различных божеств. И, соответственно, в дальнейшем развиваться общество не могло вот в такой ситуации. Пророк Мухаммед, хотя он не умел ни читать, ни писать, но он понял, что дальнейшее развитие арабского общества невозможно, значит, при таком многобожии. И он стал утверждать единобожие в жесткой борьбе с различными течениями, но в конечном итоге ему это удалось сделать и создать первую такую большую крепкую общину в Медине. Значит, поэтому это возникновение самого ислама, и в дальнейшем начинается процесс объединения арабских племен. И вы знаете, со временем образовался арабский халифат, который выступал очень мощной политической силой того периода. Арабский халифат завоевал многие территории. В частности, были даже завоевываны такие сильные империи, как Византийская империя, Персидская империя. То есть, ислам, он как бы объединял людей. И более того, Коран, он неоднократно приглашает людей к знаниям, к науке. И даже написано, что если вам придется идти даже в Китай за знаниями, идите, хотя Китай считался тогда невежественной страной. То есть, даже в универественных, если есть знания, берите это знания. Наука неоднократно. Есть Аль-Дуниял, это мир. Значит, и научный мир, это Алим. Понимаете, который фактически тоже превращается очень важным. Даже написано у пророка, что один день занятий наукой равно 70 годам молитв. То есть, научная, образовательная деятельность в Коране ставится выше даже, чем молитва. Поэтому, кто провозглашает или кто обвиняет ислам в дикости, отсталости и так далее, они должны понимать, что как раз таки ислам – это учение о науке, учение о образовании, учение о просвещении, учение о добродетельности и так далее. Религия в своей основе, все они добродетельные. И все зависит от того, в какое сообщество попадает и какая группа людей для чего используют религию. А на самом деле, это, конечно, если бы последователи всех писаний божественных, Торы, Библии, Евангелии, Корана, если бы эти люди соблюдали, мы давно бы убираем на земле. Понимаете? Но, к сожалению, очень много лозунгов, очень много политики, очень много користы вокруг религиозных учений, к величайшему сожалению. И вы видите, что даже начало XXI века мы не смогли нормально вернуться вот к этим великим посланиям. В России, например, ислам уже 1400 лет. И впервые ислам пришел в Дербент, мой родной Дагестан. Еще в VII веке первые асхабы от пророка приехали в Дербент. Сейчас тоже их могилы есть 34 асхабов в Дербенте. А в 733-734 году первая соборная мечеть была построена в Дербенте. То есть мечеть в Дербенте на территории России это одна из древнейших мечетей исламского мира в целом. То же самое через Дербент в Россию приходит христианство, в Россию приходит иудаизм. Вы, наверное, помните, что там было крупное хазахское государство, там была крупная христианская община. Более того, даже правитель Кайтага, это один из частей Дагестана, правитель Кайтага, он пятницу ходил к мусульманам, в субботу ходил к евреям, а в воскресенье ходил к христианам. И когда его обвиняли, что вы ко всем ходите, он говорил, это все мои люди, а почему я не должен к ним ходить, раз это их вера? Понимаете? Поэтому эти вещи, конечно, надо понимать. И кроме того, вот есть сура Аль-Бакара, где пишется, что все послания от Бога, Тора, Библии, Евангелия, кто не признает всех этих посланий, иудейских, и христианских, и мусульманских, тот человек является неверующим. Понимаете? Коран не только равенство определяет, но и говорит о том, что если ты не веруешь в Моисея, значит, верить в пророку Мухаммеда бесполезно. Ты должен верить и в Моисея, и в пророка Мухаммеда, и Иса пророка, и Иисуса. Понимаете? Вот эти вещи, вот эти вещи, почему-то на уровне политики, пропаганды, там, по телевидению, что только не пропагандируется по телевидению, освящение идеи не пропагандируется. Понимаете? Поэтому вот в таком состоянии еще находится человечество, в невежественном состоянии. Понимаете? Поэтому ислам, как и другие религии, он утверждается вот в конкретных сообществах, конкретных сообществах. Я еще раз подчеркиваю, что я сейчас пять лет провел в Саудовской Аравии, как представитель России в организации исламского сотрудничества. Понимаете? И я там говорил, почему-то наши мусульмане, они мусульманами являются только тогда, когда они находятся в мечети. Как только выходят, пусть Аллах простит, становятся чуть ли не шайтанами. Древнейшая иудейская религия, мусульманская религия. Что сегодня делается на Ближнем Востоке? Ну, разве это возвышает человека? Разве эти процессы говорят о том, что здесь верующие люди, разве говорит это о благонравии человеческой расы? А до этого сколько было трагедии после крестовых войн, после террористических актов? Мы говорим о христианстве. А что делать с этим христианином Гитлером, который поубивал больше 50 миллионов человек? Какой он христианин? Полюби ближнего своего, полюбил! Понимаете? Или когда в Коране говорится о том, что человек... Вы подумайте над этим? Человек является наместником Аллаха на земле. Каждый из нас – это пророк от Аллаха. Потому что мы наместники. А как мы себя ведем, как пророки ведем себя? Или обманываем, развратничаем, обижаем людей, своих близких и так далее. Вот мы и начали отдавать религии послания Бога разного рода фанатикам, вместо того, чтобы использовать для собственного просвещения и так далее. Я два года подряд на Казам-форуме выступал с докладом «Ислам» по теме «Ислам и духовно-нравственное обновление современного мира». Понимаете? Я говорил мусульманам «Хватит защищаться, хватит оправдываться, что мы не террористы, не убийцы и так далее». Надо показывать «Ислам» как духовное начало, нравственное начало, что «Ислам» может улучшить этот мир. Поэтому Саудовская Аравия сейчас очень мощное течение по внедрению так называемого умеренного «Ислама». Вообще «Ислам» должен быть уверен, умерен. Понимаете? Когда мой дедушка увидел фанатика, он говорил, что ему еще надо стать человеком, а потом уже принимать «Ислам». я когда был руководителем Дагестана, я говорил, почему наши женщины начали одевать арабскую одежду? Потому что мы с них сняли нашу национальную одежду. и я восстановил в Дагестане и для мужчин, и для женщин национальную одежду. Более того, благодаря вот этому проекту «Традиционная культура народа в России» мы создали за пять лет 312 центров традиционной культуры. Мы победили фанатизм и экстремизм, которые не могли побеждать силовые структуры за 25 лет. А православие, ислам это один из элементов традиционной культуры, это один из элементов традиционных ценностей. И русское общество было такое же. Потом они начали заигрывать с Западом и стали превращаться в свою противоположность. Вот в 96-м году, когда был в Соединенных Штатах Америки, я выступал в Гарвардском университете. Понимаете? И я там встретился Самуилом Хантингтоном, который написал книгу «Конфликт цивилизации». Я очень долго с ним говорил, но в конце до конца он сказал, что это неправильно интерпретировали мою книгу. Я не это имел в виду. Ну, вы посмотрите сегодня, что происходит на Украине, что происходит Палестине, Газа и так далее. Это что? Это конфликт цивилизаций. После развала Советского Союза мы что начали делать России? Мы однобоко переориентировались на Запад. Мы фактически бросили мусульманские страны с начала 90-х годов. Я встречался с президентом Сирии в 92-м году с Хафизом Асадом. Он сказал, вы вложили несколько миллиардов долларов, вы хоть свои деньги заберите, но заберите деньги не долларами, а сирийскими товарами. Понимаете? Ведь именно Советская Россия освободила многие мусульманские народы от колониального ига. В 50-е годы 95% мусульманского населения мира, вы подумайте об этом, были колониальные зависимости. Вот два года тому назад я, как постпред России, отмечал 60-летие деколонизации, то есть декларации, которая была принята по инициативе Советского Союза. И я выступаю в организации исламского сотрудничества, говорил, вы до сих пор не преодолели последствия этих колониальных систем. Поэтому нужно принимать специальную программу по борьбе с последствиями колониальных систем в мусульманских странах. понимаете? А Россия в этих странах никого не колонизировала. Ни на Ближнем Востоке, ни в Африке. А в Африке больше 20 государств, это мусульманские государства. Вы посмотрите, как активно сегодня Владимир Владимирович Путин сотрудничает с африканскими странами. Более того, когда Запад, вот было заседание Совета Министров Иностранных дел мусульманских стран в прошлом году в Пакистане, я до 3 часов ночи встречался с Министрами Иностранных дел разных стран. Потому что англичане и американцы работали, чтобы исламский саммит Совета Министров Иностранных дел, чтобы они высказали претензии в адрес России. Ни одна страна мусульманская не присоединилась к санкциям Запада. Хотя было огромное давление, хотя многие мусульманские страны зависимы от Запада. И самое главное должно быть понимание, что мы, особенно для России, что мы граждане Российской Федерации независимо от национального, религиозного и других признаков. Вот этого у нас еще нет, к сожалению. Вот я один из разработчиков стратегии государственной политики по национальному вопросу. В 1996 году написано там дружба, самобытность и так далее. А в 2012 году никто из вас не знает, что Путин издал статью впервые из руководителей государства после Сталина. Сталин издал книгу в 1913 году. Понимаете? А Путин издал в 2012 году. Россия двоеточие национальный вопрос. Вот на этой основе мы составили стратегию. И главное отличие в чем? Что национальную проблему, то есть национальную политику государства надо строить на основе гражданского патриотизма. это величайшее открытие. И между прочим должен сказать некоторым мусульманам, что идея о том, что мусульманин, его принадлежность к религии является главным признаком, это давно пересмотрено уже. Вот генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Асаймин, он без конца повторял, что главное для мусульмана это гражданство своей страны. А потом уже исламские дела. И иначе не будет государства, вы понимаете? И эти вещи надо понимать. особенно для России, многонациональной, многоконфессиональной России. Вот я сейчас издал книгу, называется «Российская модель обустройства этносов и конфессий». понимаете? Ну, как говорил Рассул Гамзату, книгу-то я пишу, а кто их читает? Даже студент современный, он же все на ходу набирает, на телефоне, на каких-то там сайтах и так далее. у него же нет нормального чтения, нормального конспектирования, очень редко. Я в одно время, где только я не был, поэтому вы не удивляйтесь, когда-то я был ректором университета культуры московского, и я попал в Китай на несколько дней, чтобы у них подучиться и так далее. Вы знаете, сколько часов студент китайского университета сдает экзамен по конфутию? 16 часов. Потому что надо сдать по частям все учение, перемена времен, все надо сдать. Потому что ты живешь в этом, в этой стране, ты человек этой религии, этой культуры. У ислама сказано, что есть ислам, а есть еще и иман. Без имана ислам бесполезен. Иман это вера, это мораль и так далее. То же самое касается и светского образования. Я не зря вам приведу пример Китая. Вообще классическое образование это текст. Это изучение текстов. Одно дело, кто вам преподносит, кто что сказал. А другое дело, когда вы сами выявляете смысл сказанного текста. Знаете, нас, например, в советское время заставляли, хотя мы это формально делали достаточно, мы конспектировали Маркса, Энгиса, Ленина, Гегеля, Фейербаха, Аристотеля, Платона и так далее. А и что-то запомнилось из-за того, что мы это конспектировали. Я, например, будучи на философском факультете, решил за лето прочитать Аристотеля. Но при этом поставил перед себе задачу. Двигаться буду дальше только, когда я все пойму. я за лето дошел до 47-й страницы. Понимаете? Это же не художество и литература. А в современных условиях вообще мало кто занимается фундаментальным образованием. Будущее зависит от фундаментальности образования. Иначе естественного интеллекта завтра внедрят искусственный интеллект. Вот я очень любил произведения Толстого Хаджимурата. Знаете? Даже было сказано, что с написанием Толстого Хаджимурата закончилась русская литература. Почему так было? Потому что лучше не напишет никто. Вы посмотрите начало Хаджимурата сегодня. Почитайте это вместо молитвы. Шел я полями, скошенная трава и собирал цветы, свой букет и так далее и так далее. Вот там моя помощница улыбается, потому что я это обычно цитирую. Понимаете? В предисловии Толстой все сказал о своем герое, о судьбе кавказского народа, о судьбе России. Все сказал в предисловии. Вот что такое увертюра великого писателя. Понимаете? А вы попробуйте написать. Я, например, своим студентам говорил, девчата, если парень вам не посвятил стихи, не дружите с ним и тем более не выходите за него замуж. Вы умрете от скуки. Понимаете? Это же не бычок колхозный, это же личность. В нем же должно еще что-то возбудиться. Понимаете? А поэзия она всегда была. Вот я даже обнаружил хаджазы, это бывшие еще до Саудовской Аравии. Понимаете? Я обнаружил сколько там было поэтов. Вообще на Востоке, Дагестане, Татарстане всегда было много поэтов. Вот сейчас мы отмечали столетия Расулу Гамзатова. Вот почитайте его стихи, называется Старая Аульская Мечеть, скрипучая дверь. Понимаете? Вот почитайте, настолько гениально об этом сказано у Расулу Гамзатова. Поэтому много таких великих людей. Россия это действительно уникальная страна и она должна конечно иметь свое цивилизационное лицо. Своё культурно- цивилизационное лицо. Мы потеряли это после развала Советского Союза. Мы остались без идеологии. Мы остались без духовности. А это что за люди без идеологии и мировоззрения? Это же не люди. Вот я часто спрашиваю, кто скажет, какие идеалы духовной культуры вы знаете? Я это сказал на международной конференции в Москве, где сидело 100 докторов наук культурологов. Ни один не смог сказать. И оказалось в стране только моя книга, которая называется «Духовные идеалы и культурная практика». Духовные идеалы, на основе которых строится любая религия, любая идеология, любая культура. Это истина. Добро, красота, любовь, свобода, достоинство, справедливость. И почему мы все это забыли? Будучи русской цивилизации это один из немногих духовных цивилизаций в мире. западная цивилизация это материальная цивилизация. То же самое мусульмане. Мусульмане тоже на первое место ставят духовные нравственные, а потом уже материальные. Это сейчас развратили всех. Когда после развала Советского Союза всем начали навязывать эгоизм, потребительство, разврат и так далее. Вот я например считаю, что я прожил, мне 77 лет, я например считаю, что я, для меня главная задача это уйти с этого мира, сохранив достоинство, оставаясь человеком, как ушел мой отец, как ушел мой дедушка. Понимаете? Если нет чувства достоинства у мужчины и если нет чувства чистоти у женщины, это что это такое? Что из этого будет? Кто из этого будет? Хотя сейчас тяжело людям чистым, порядочным, добродавленным людям, очень тяжело сейчас. Понимаете? Вот я человек пассионарный, очень тяжело пассионарному человеку вот этом субпассионарном мире, который все со всем соглашается, все ради своего живота. Понимаете? Поэтому вот наша политика должна быть соответствующей. Нам надо активно развивать диалог между нашими народами и религиями. Понимаете? Был патриарх Алексий, очень красивый человек. Я с ним сотрудничал активно. Я даже ему говорил, уважаемый патриарх, мы же не просто мусульмане, мы же российские, мы православные мусульмане. ему это очень нравилось. А православие это не религия, это когда ты славишь право. А ислам ставить на первое масло тоже право. Ислам это одна из немногих религий, где очень трудно отличить, где светские и религиозные. Понимаете? Потом шариат, ислам, он очень жестко связан с государственным строительством. Сам Мухаммед пророк был строителем нового государства. Политика как и религия, если ты честно и чистоплотно этим занимаешься, у тебя будут успехи в конечном итоге, и тебе не будет стыдно за то, что ты был политиком. Понимаете? А если каждодневно обманывать, предавать и так далее, то это уже не политика. Вот в 1985 году, нет, в 1995 году я издал книгу, называется «Власть и совесть». Вот сейчас я хочу переиздать эту книгу. Знаете? И у меня там написано «Всевышний, дарующий людям власть, не забывай одарить их еще и разумом и совестью». Вот что такое политика. Я не столько читал лекции, сколько вам рассказывал кое-что из того, что я знаю. Если я буду рассказывать дальше, я могу вам надоест. Поэтому, чтобы не дойти, я на этом завершаю. Спасибо. .